Музыка Здравствуйте, это канал Максимации и это Hello Neighbor Old Style Продолжаем играть, третий акт Значит, что у нас? Вышла небольшая обнова, небольшое обновление 1.0.1 Было 1.0.0, а теперь 1.0.1 Короче, что в ней изменилось? У меня тут есть список изменений Исправление в домах первого, второго и третьего акта Переработано освещение Исправлены баги в консоли Исправление в поведении соседа Сосед быстрее ползает по лестнице Сосед лучше кидает капканы Исправлен звук звонка телефона Исправлен бесконечный звонок телефона, отвлекающий соседа Щеколы из подвала акта 3 теперь в старом стиле Из первого и второго акта вырезаны кошмары Да, мы в первой серии проходили первый и второй акты И мы там видели кошмары И они там выглядели не очень хорошо с этим модом Особенно телевизоры, которые были на потолке, были недоделаны Короче, вместо того, чтобы их улучшить Он их просто решил удалить На мой взгляд, не очень правильное решение Учитывая, что в этих кошмарах нам сюжет раскрывают Может быть, в некоторых следующих версиях кошмары вернутся Но что-то я сомневаюсь в этом Так, что у нас дальше? Исправлена шероховатость некоторых материалов плитки Темная земля теперь в старом стиле Исправлена текстура включенного телевизора без электричества Тарелка разбивается реалистичнее Лампочки светят ярче Акула имеет более ровную коллизию Исправлена кривость под аркой из акта 3 Ружье лучше стреляет Исправленные баги зонтиков связаны с отбиранием предметов Значит, да, кстати, действительно Что у нас? Вообще, кстати, давайте я вам зачитаю список изменений Которые представляют из себя Hello Neighbor Old Style По сравнению с оригинальным Hello Neighbor Их довольно много Большое количество изменений в блубпринтах в коде объектов Они адаптированы под другие 3D модели Возвращена возможность брать табличку Exit Как в Pre-Alpha Мы с вами это сегодня обязательно проверим Собственно говоря, часы, картины и табличку Exit Можно повесить на стену, взяв в руки или нажав левую кнопку В игру возвращены помидоры Они появляются рядом с мусорными баками Надо тоже будет проверить Помидоры работают лучше, чем в Pre-Alpha В мусорные баки и пустые коробки Можно складывать вещи и носить с собой Но спрятать в инвентаре нельзя У гитары теперь нет задержки звука при нажатии левой кнопки мыши Вода выльется из ведра, если его перевернуть Очень логично и реалистично Камеры отключаются по нажатию кнопки, как в Alpha 1 В то время, как в оригинале они по нажатию рычага выключались Собственно, что дальше? Тарелки, вазы и клей теперь разбиваются Давайте прямо сейчас это проверим Вот берем тарелку, разбиваем ее Так, в этот раз чуть не сработало Ну-ка Вот, пожалуйста, разбилась тарелка Пожалуйста, вообще без проблем Ну-ка, а если я в другую кину тарелку? А, нет И... Опа Прикольно, прикольно Классную вазу давайте разобьем Сейчас чуть не разбилась Ну-ка Ииии Че не разбивается-то? Во, теперь разбилось Соседу можно позвонить по телефону Да, кстати говоря, я не понимаю, зачем в релизной версии Удалили возможность отвлекать соседа телефоном Он просто не работал Он просто не работал Вот, собственно, его выбираешь Нажимаешь левую кнопку Просто Слышны звуки Как будто абонент недоступен А теперь он вернул эту возможность И правильно сделал Вот молодец Правильно Зачем вообще в релизе убрали такую возможность? Я не понимаю Там мы еще убрали возможность А, дойдем Бумажные самолетики-переброски летают, как в Альфе-1 Да В релизе зачем-то их убрали такую фичу У машины для подачи мечей есть крутящееся колесо Теперь она стреляет и яблоками, и бейсбольными мечами В страхе школы вырезан им балансный учитель Он вырезан учитель? Так тогда этот кошмар легко будет проходиться Ну, впрочем, до этого мы дойдем еще Так, дальше По телевизору теперь вместо помех показывают два трейлера Ну, собственно говоря, мы это уже проверяли Появился звук при столкновении вагонетки с препятствием Да, мы с этим тоже уже встречались Настольные и напольные лампы можно отключать Да, я это тоже заметил И в отгонетке ездит медленнее В вагонетке крутится колеса к Вальфе-4 В кабинете... Ой, это в кабине вагонетки есть две кнопки Одна переключает свет фар Другая сигнал... О, проверить надо будет Находясь в кабине вагонетки Можно зажать ЛКМ Это альтернативный способ сигналить Мельница теперь имеет коллизию Стулья и кресла располагаются правильнее При блокировке дверей Да, тоже, кстати, заметил Анимированные тумблеры При включении кухонной плиты Посмотрим У бойлера в подвале первого акта Открывается дверь Самое бесполезное нововведение Еще немного открывающиеся двери У некоторых объектов Переработаны звуки граммофона Вагонетки телевизора Генератора холодильника Двери мельницы Новая карта в главном меню Да, это мы уже с самого начала видели Изменен постпроцессы освещения Удар молнии в ночное время суток Да, как в Альфе-3 Да, мы заметили Есть изменения в игроке Игрок бегает медленнее Переделано поведение камеры игрока Оно более реалистичное и адекватное Изменения в анимациях Держание предметов Шаги игрока слышны соседу Бег слышно на большом расстоянии Ходьбу только вблизи Это тоже довольно реалистичное нововведение Соседы сделали теперь менее глухим И это действительно усложняет Теперь после смерти Многие квестовые предметы Забираются у игрока Возвращаются на место Но, впрочем, как вы уже знаете Это можно отключить Убран сильный бросок Он теперь доступен только в финале Но можно читмению еще использовать Чтобы его вернуть Убрана токсичность эффекта страха Когда сосед появляется вблизи Изменения в поведении соседа Он был приближен к тому, что в альфе 1 Некоторые анимации заменены на старые Текстура заменена на старую То есть 666 на обуви Сосед бегает медленнее Сосед дольше преследует игрока Сосед бросается капканами Из-за особенностей кода Их можно будет взять только после перезапуска Необычно Соседу отключен пылесос Да, там был пылесос Который довольно неприятно Сквозь стены пылесосит еще Соседу возвращена возможность Материться из прототипа Да, кстати, я на это обращал внимание Когда проходил первый акт Вырезана анимация Испуга перед преследованием игрока Что давало нам дополнительную секунду Чтобы успеть от него убежать Способность отталкивать соседа Не роняет его Проверим еще Старые звуки атаки соседа И его амбинета Сосед отвлекается на будильник Телевизор и радио Правильно сделал, что вернул Потому что в релизе Зачем-то убрали эту возможность И вообще не понимаю зачем Сосед быстрее ползает по лестнице Интерфейс переработан Вырезан А, стоп Не то читаю Размер инвентаря увеличен Все иконки предметов В старом стиле Да, действительно Добавлено чуть-меню Которое я вам уже показывал Открывает на U английскую Есть кнопка для спауна Магнитной отмычки Магической отмычки Которая открывает любой замок Но это тоже чит Ведя команду WTF Чёрточка Трэшкен Чёрточка Си Можно получить А, суммон ещё вначале Надо писать Можно получить прикол Спаунить рядом с соседом Отключена блокировка ФПС для монитора Выше 60 Гц Настройки добавлен Дополнительный пункт Возможность включить Виджет ФПС Возможность изменять ФО Возможность отключить Потерю вещей Так, всё Хватит это читать Все изменения вам Блин, зачитал Давайте уже играть На чём мы остановились Нам надо глобус Заморозить И, собственно говоря Вставить его в комнату А ещё надо будет это Я забыл, что надо было Какая-то странная камера Почему она смотрит вверх Ну да Это будет, конечно Непросто А, тортик надо будет Положить Замечательно Он капкан поставил Это нам сильно Это сильно навредит нам Ой, а глобус Тает Блин Да ёп Ладно, попробуем Надеюсь, сработает Так, собственно Наверх нам нужно Определённо Не успел Глобус подтаял Уже немного Да, действительно Сосед ползает По лестнице Быстрее Глобус Теперь надо забрать Ну, блин Ну, вот это неудобно Очень И капканы Вот эти его Неприятные Так, ещё раз Надо заморозить Глобус Это надо Очень быстро сделать Пока он не растаял Ладно Замораживаем Ещё разжали Осколки эти Не исчезают Тут можно было бы Ещё сделать Чтобы они исчезали Через сколько-то секунд Ну, или хотя бы Минуту Пять Так Так Вот сейчас Я должен успеть Вот Другое дело Замечательно Вот так Собственно Отлично Взяли мы Сейчас проверим Скорость его лазания По лестнице Ну да Действительно быстро Лазить Давайте Прыгать вниз Ой, блин Мы разбились Я чё-то не думал Что он разобьётся Блин Я вначале Реально Чё-то Зачитался Изменить И читать Вам Вы могли Сами заглянуть В геймжол И сами Всё прочитать Нафига Я это Всё делал Надо Надо идти В ту комнату И поставить Там это Да господи Ты боже мой Да ёп Отключить камеры Немедленно Приказываю Сам себе Блин Кто стул Так поставил Нет-нет-нет Вот так Вот так Ставить стулья А ещё Вот так И этот Вот туда Ой Блин Ты боже мой Я ненавижу Вот когда Такие баги Происходят Но это Баги Не мода А оригинальные Игры Баги Снять камеры И уничтожить И уничтожить Собственно Нам Куда Грамофон Этот Нужен Нам Надо Его В поезд Ну как В поезд На На станциях Ветер Поднялся Ничего себе А А ну да Кстати нам Надо сюда Отключить Вот это Дело А теперь Идём На станцию Вернее На одну из них Вот Вот здесь Нам надо Использовать Грамофон Этот Собственно Музыку Погони При альфа И альфа Один Заменили На вот Такое Скрипение И правильно Чтобы путаницы Не было В этом моде Так Отключаем Собственно Грамофон Нам ещё Пригодится Здесь Нам нужно Манекен Взять О Манекен Учительницы Ничего себе Обалденно Значит Куда нам Дальше Надо Нам Нужно Этот Я вот Что Я буду Добывать Следующий Манекен Который Находится Вот тут Вот Вот За этой Стеной Только Давайте Разобьёмся Чтобы День Наступил А то А ладно Чё 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 Разбиваться Я вот Так Просто Сделаю Это В принципе Не такое Ушительство Просто Сменили Время Суток И всё Чтобы Было Светлее Так Нам Куда Нужно Нам Нужно В Эту Блин Нам Нужно Сюда Бинокль Нужно Нам Так Я придумал Как нам От него Спрятаться Вот Используем Способность Невидимки Она же У нас Есть Чё Бо Её Не Использовать Можем Ещё Использовать Ползок Чтобы Он Нас Не Услышал А Он Теперь На Улице Короче В Бинокль Дерево Торчит Не Прикольно Это 2 3 6 9 Собственно Набиваем 2 3 6 9 Пожалуйста Вот Эта Фигня Поехала И Теперь Нам Надо Собственно На Рельсы А Ну Сначала Давайте Поставим Манекен На Своё Место А Куда Стул Опять Исчез Господи Ты Боже Мой Как Я Ненавижу Эти Баги Да Ё-моё Ну Ненавижу Я Эти Баги Потому Что Мне Кажется Манекен Должен Смотреть На Стол Так Может Не Обязательно Но На Всякий Случай Хотя Нам Надо Так Куда Нам Дальше Нам Нужно На Рельсы Нужно На Рельсы И Собственно Говоря Прыгнуть К Этим Немножко Промахнулся Вот Так Надо Прыгнуть На Нее И Поехать Туда Вот Так Собственно Хватаем Манекен И Теперь Нам Нужно Как Блин Вот Это Дерево Конечно Не Очень Приятно Что Оно Тут Ну Ладно Тут Он Все Выше По Кно Что Ли Да Выше По Кно Себе Обалдеть Сколько Тут Камер Срочно Уничтожаем А Блин Так Все Собственно Добыли Этот Манекен Теперь Нам Надо Уже На Поезд Нам Нужно Попасть На Крышу Нижечку Возьмем Нам Нам Надо Что Нибудь В Механизм Потом Кинуть А Кстати Поскольку Поезд Едет Медленнее Надо Попробовать Вот Че Надо Попробовать На него Прыгнуть Отсюда И Таким Образом Крышу А А А Так Я Останавливал Поезд И Собственно Забирался А где Он Ну В общем Я думаю Не достанет Меня Тут Попробовать Надо прыгнуть Отсюда Потому Потому Поезд Едет Медленнее Теперь Все Он Уже Потерял Меня Так Вот Фары Светятся Да Я Не Помню Чтобы В Альфе Один У Поезда Светились Фары Вот Так Вот Хорошо Теперь Гораздо Легче Будет Проникать На Вот Крышу Так Сразу Ж Вот Что Сделаем Берем Вот Этот Ключ Такого Не должно Было Происходить Это Бак Очень Жестокий Бак Так А теперь Лезем На Крышу И первым Делом Мы Делаем Вот Что Нет Первым Делом Наверное Все Таки Наверх Идем У У Собственно Уменьшаем Растения Эти Книжечку 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 Ох Ох Хай Хай Скул Да Собственно Школа Как бы Изменилась В ней Окон Больше Стало Дом Мне кажется Криво Стоит По Немножко Вот так Интересно Как Живется Чуваку И тут Наверняка Полно Таких Домов Вообще Так Ну Собственно Там Церковь Где-то Вдалеке Так Собственно Давайте Прыгать Отсюда Мельница Остановилась И магнит Вместе С ней Тоже Пошел Нафиг Он Меня Туки Достанет Разбить Это Окно Надо Нам Теперь Нам Нужно Залететь В это Окно И Тортик Последний Отсюда Забрать О Серьезно Что А как Он Попал Сюда Нифига Себе А как Он Вообще А как Он На Трубу Смог Забраться Вот Это Интересно Это Интересно Интересно Очень Интересно Короче Нам Нужно Это Так Теперь Нам Надо Пробраться К Магниту И Там Взять Зеленый Ключ Да Что 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 Так Большая Широкая Сильно Блин Да Ё-моё Вот Этого Я Не Хотел Капканы Эти Дурацкие Я Я Ненавижу Десантник Блин Давайте Поезд Испытаем Ого Точно Сигналит Это Фары Можно Можно Левой кнопкой Мыши Тоже Сигналить Классно Прикольно Мне Мне нравится Такое Нововведение Так Останавливаемся Давайте Сначала Давайте Манекен Поставим И тортик Опять Стул Куда-то Улетел Что Тут Сосед Делает Почему Стули Летают Так Еще Один Манекен Остался Отключаем Камеры И Нам Нужно На рельсе На рельсы А Стоп Я Вспомнил Где Этот Манекен Который Я не Взял Блин Не Сосед Короче Появился Короче Нам Надо В ту Комнату Где Этот Лифт Ну Как Лифт Подъемник В то Место Где Мы Проходили Страх Супермаркета Да Что ж Такое Тоже Широкое Что Такое Там Будет Последний Этот Манекен Который Не Взял Я Не Брал Я Его Я Сосед Че Он Че Сюда Не Идет Нет Нет Капканы Я Терпеть Не Могу Капканы Это Те Которые Он Кидал Их Подбирать Не А Нет Вот Этот Можно А Тут Нельзя Было Че Он В Капкан Свой Собственный Не Влип Обходным Путем Пойдем Туда Чтобы Точно Все Сделать Получилось Вот Сюда Нам Нам Не Придется Использовать Подъемник Просто Тут Заберемся Освободить Место Тут Надо Вот Он Манекен Который Я Не Взял Отлично Ружьишко Получили Мы Которое Нам Очень Нужно А Стоп Да Его Нельзя Здесь Нельзя Проходить Ружьем Его Надо Нам Нужно Вернуться На Крышу А Заодно Зеленый Ключ Еще Возьмем О А куда Часть Коробок Исчезла Я Не Брал Их Всякий Хлам Тоже Вот Этот В старом Стиле Сделали Непереносимый О Он Красный Что А Только С этой Стороны Ну В принципе Кстати Логично Магнит Красный Такой Синий Часто Бывает Так Зеленый Ключ Хорошо А теперь Нам Нужно На Крышу Потому Что Тут Хитрая Система Не Пускает В ту Комнату С Ружьем Поэтому Нам Надо Ружье Под Так Называем Доставки Туда Отправить А Граммофон Там Работает До сих Пор Я его Не Выключал Видимо Вот Кстати говоря Попасть Вот В комнату Которая Вот тут Где стекла Передние Находятся Невозможно Только Через Окна Вот Почему Нельзя Было В комнате С магнитом Сделать Дверь Вот Никогда Не Понимал А Еще Интересно Как Это Столб Или Либо Он Так Проходит Либо Он Действительно Воткнут Сюда Скорее Сего Он Воткнут Жаль Тут Провод Проходит Через Кусок Стены Так Дальше Куда Нам Надо Нам Нам Нужно Теперь Вернуться В ту Комнату Ой А сосед Там Что Спрячемся Пока Потом Потом Когда он Уйдет Камеру Эту Снимем Зачем Он Это Делает А Нет Он Сейчас Уйдет Немножко Рычаг Мимо Выемки Идет Но Тем Не Менее Он Есть Выстреливает Предметами Которые Находятся Внутри И Теперь Магнит Снова Работает И Мельница Значит Стреляем По Предметам Вот Этим И Главное Успеть О Пожалуйста Дальше Типа Вот Мы Нажимаем На рычаг И Открывается Решеточка С красным Ключом Но Есть Один Нюанс Который Я до сих пор Понять не могу Как по честному Точно Надо играть Мы Нажимаем На эту Кнопку Чтобы Потом Решетки Все эти Открылись И Мы Смогли Выйти Однако Если Мы Нажмем На кнопку Рычаг Автоматически Обратно На свою Позицию Встанет Я Не Вижу Другого Логичного И честного Способа Не встала На свою Позицию Давайте Попробуем Так Первый раз Не сработало Давайте Еще раз Блин Ничего Сейчас Снимем Вернее Уже Снял Я Камеру Это Поближе Может Поставить А Сейчас Что-то Не сработало Ладно Давайте Просто Я Прострелю Туда Вот Так В релизной В оригинальной Версии У меня Подкладывание Пуль Срабатывало Здесь Что-то Не срабатывает Но Я Просто Не вижу Другого Логичного Способа Кроме Как Что-то Подсунуть Туда Отлично У нас Ключи От Кошмаров Теперь Есть Блин Прыгун Блин Он Он Застрял В стене Шикардос Так Проходим Страх Школы Судя По Изменениям Удаленную Учитель Инфобаланс Никак Он Сказал Сейчас Мы Это Проверим Так Это Или Нет Я Всегда Считал Что Этот Страх Самый Сложный В плане Прохождения А Если Тут Реально Удален Учитель Или Его Им Баланс Субрано Если Тут Реально Удален Учитель То Блин Это Может Это Тогда Наоборот Станет Самый Легкий Кошмар И Самого Сложного Превратиться В Самый Легкий Вот Серьезно Учителя Я Не Вижу Видимо Он Действительно Удален Блин Надо Было Его Медленнее Просто Сделать Надо Было Учителя Не Удалять А Просто Сделать Его Медленнее А Тут Так И Вообще Он Вообще Очень Легкий Стал В Плане Прохождения Тогда Вообще За Минуту Пройдем Отлично Бежим Ну Блин Ну Это Вообще Было Легко За Пару Минут Прошли А Кстати Самолетики А Это Чуть Не Берется Ну Рука У Манекена Чуть Проходит Через Рамку Двери Но Тем Не Менее Анимация Продевана Отлично Мы Получили Супер Способность А Кстати Я Забыл Проверить Надо Табличку Проверить Эксит Можно ли Ее Действительно Снять Сейчас Мы Это Узнаем А Еще Помидорчики Проверить Надо Помидорчики Где Можно Найти Не Знаю Я Где Помидорчики Но Да Ладно Что По-моему Не Сильно Это Помогает Способность Теперь И Учитывая Что Теперь Сосед Не Падает Ну Давайте Снимем Табличку А Блин Тут Надо Короче Отвлечь А Точно Снимается Табличка Прикольно Давайте Повесим Ее У себя Дома Например Вот Тут Вот У меня Пожалуйста У меня Есть Подвал С Надписью Exit В котором Правда Ничего Нет И Не Должно Быть Но В принципе Табличка Exit Должна Быть Тут На самом Тиле Вот Так Пожалуйста Это Более Логично И пусть Она Будет Там Висеть Собственно Давайте Теперь Второй Страх Пройдем Вернее Третий Первый Там Господи Ты Боже Да Блин Это Бесполезная Способность Теперь Идем В лифт Проходим Второй Страх И На этом Заканчив Подвал Пойдем Уже В Следующей Серии Тем Пройдем Второй Один Пройдем Проходим Вот так отлично проходим теперь страх страх кладовки а по вот это а вот эта вещь уже не мне не нравится лана перезапускаем игру продолжаем благо я заспавнился прям здесь надеюсь второй раз не вылетит о повезло отлично тут тоже все в старом стиле все замечательно даже другие стены вернее обои так оси де можем теперь четко разглядеть все и промахнулся надо еще раз тут по моему книжка стала короче и теперь будет немножко сложнее туда запрыгнуть но попробуем блин да что ж ты будешь делать я точно смогу запрыгнуть туда ну я думаю да я должен все запрыгнуть потому что ну явно же мод проверялся на работоспособность отлично все-таки да можно действительно да и знат конце in x plus айф ингриден с обменник тендель тендель сис прикольно прикольно тексты есть а чё она не падает чё она не падает подождите она не падает так мне придется взлететь вот так лучше намного хорошо что тут учить меню специальное есть потому что она иногда реально спасает от чего-то объекты в старом стиле все замечательно эту табличку exit мы взять не можем она но и логично она огромная мы ее не возьмем рычажок используем так теперь взлетаем еще раз так не получилось надо еще раз немножко не туда попали опять не тут опять не туда попал надо выше чуть-чуть попадать и главное еще не упасть я упал хорошо что не в самый низ вот вот куда нам надо замечательно замечательно дротики вот такие вот красивые и и супер реалистичные берем и толкаем самолетик ну а тут ряд трейлер телевизор о че тут ну-ка че тут написано шок кок-клок а теперь он и и и и и и и и нт нтс и playback он пал тиви че тут проклок чем сет 100 color обалдеть супер реалистично мне все нравится прям офигенно берти and the beast все это самое настоящее причем куча и текстура очень четкая используем дротики что ты будешь делать а я застрял немножко и ружьишка лежит так все все страх пройден отлично теперь у нас все способности имеются двойной прыжок пожалуйста у нас есть двойной прыжок и последнее что нам остается это забрать ключ карту все мы полностью готовы идти в подвал в реально бесполезные способности не надо было убирать и ранее ранее то что он роняет игрока все на сегодня давайте заканчивать с вас и коз подписаться с меня эпичные видосы в следующей серии мы уже закончим это проходить пройдем подвал пройдем финальных боссов и на этом законе завершим игру может еще полетаем по карте в конце если быстро пойдет подписывайтесь на мой влоговый канал ссылка в описании и на стримы ой господи стримовского уже нету и на группу вконтакте вступайте всем пока а и и и и и и